Новое поколение самого главного британского внедорожника, Land Rover Defender, дебютирует уже в нынешнем году. А чтобы скрасить ожидания, англичане опубликовали новую порцию фотографий. Сообщают, что прототипы уже проверены на грунтовках родной Британии, на скалах в штате Юта, в аравийских песках, перегреты в долине смерти. Замороженные в шведском Арьеплуге потрудились в австрийских Альпах и потаскали прицепы через перевал Гроссглопнер. И уж совсем непонятно, зачем внедорожник выпустили на Нюрнбург Ринг. Известно, что новый Defender получит несущий кузов на основе модульной алюминиевой архитектуры, независимые подвески колес и двигатели из семейства Ingenium, в том числе и в гибридных версиях. Предсерийную машину рассекретят в ближайшие месяцы, а выпускать машину будет новый завод в словацкой Нитре. Porsche Speedster на основе уходящего поколения 911-х будет построен лимитированной серией в 1948 экземпляров. Это год рождения спорткаров Porsche, которые ведут историю с модели 356, сходу получившей версию Speedster. Российский рынок получит свою квоту из семи машин, и эта модель оказалась самой дорогой в модельном ряду Porsche. Начальная цена 21 681 000 рублей. Сюда можно добавить, например, пакет Heritage Design за 1 600 000. В него входит особая краска кузова с гоночным номером на дверях и стилизованная по старину отделка салона. В отличие от всех других открытых 911-х, Speedster – это облегченная модель, которая весит всего 1465 килограммов. Мягкая крыша тут поднимается вручную и складывается под задний горб по Z-образной схеме. Атмосферный 4-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель развивает 510 лошадиных сил и 470 ньютон-метров. Коробка передач – шестиступенчатая механика. Разгон до 100 км в час ровно 4 секунды.